Сочи примет на отдых и лечение смоленских детей. Об этом сегодня договорились глава курорта и губернатор Смоленской области. 20 апреля в Сочи объявлен общегородской субботник. Уборку надо провести и на кладбищах. Активистов угостят выпечкой и лимонадом. Он нашел своего спасителя. 70-летний сочинец встретился сегодня с тем, кому уже месяц мечтает пожать руку. Через весь город на железном коне. В Сочи стартовала велогонка ко дню победы. Из-за нее изменится схема движения транспорта. Сочи примет на отдых и лечение смоленских детей. Об этом сегодня договорились глава курорта Анатолий Пахомов и губернатор Смоленской области Алексей Островский. Смоленская область, к сожалению, регион пока еще достаточно бедный. И количество населения и семей с небольшим достатком, оно значительно. В том числе, значительное количество детей из трудных семей, которые хотели бы, конечно, иметь возможность отдыхать на территории вашего замечательного города. Пользуясь случаем, хотел бы просить вас, если есть какая-то возможность рассмотреть варианты льготного отдыха для смоленских детишек. Глава Сочи рассказал гостю о существующих программах недорогого отдыха. Это в том числе «Открытый юг». Программа помогает здравницам не пустовать в межсезонье, а туристам получить полный турпакет с питанием и лечением. Чуть ли не вдвое дешевле обычного. Об этом Анатолий Пахомов несколько лет назад договорился с руководителями санаториев. Мы это сделали. Цена получилась у нас от 1200 в сутки до 1800. Это где-то порядка 77 санаториев. Что входит в комплекс этот? Ну, проживание в стандартном номере, то есть это хороший номер, двухместный номер с трехразовым хорошим питанием и с всем комплексом биологического лечения, оздоровления. Но ребятам из смоленских интернатов, о которых идет речь, конечно, хотелось попасть в Сочи летом, искупаться в море, позагорать. Летом, естественно, спрос выше, выше и цена. Однако детский санаторий имени Семашко готов предоставить более 300 путевок. Детали обсудят уже в ближайшее время. Пока же губернатор Смоленщины отметил, активная позиция главы Сочи помогла курорту выйти в лидеры туристической отрасли. Не последнюю роль в этом играют презентации возможностей города во всех регионах страны. Я, честно говоря, приезжая сюда к вам и прося об этой встрече в интересах смоленских детишек, не думал, что вы сами проводите эту работу и ездите по регионам. Это, конечно, дорогого стоит. И это самый действенный механизм вовлечения как можно большого круга предприятий, трудовых коллективов. Поэтому, несмотря на то, что я сам к вам приехал, я буду рад, если вы приедете в Смоленскую область. В целом, Смоленская область готова активно сотрудничать с Сочи в рамках программы «Открытый юг» и отправлять на оздоровление к морю не только детей, но и работников областных предприятий. Лучшее поселение Краснодарского края назвали сегодня по итогам краевого конкурса. В нем оценивали эффективность работы органов местного самоуправления. Почетные грамоты из рук губернатора получили главы сельских поселений и городов Кубани. Например, лучшим среди поселений с численностью жителей до 6 тысяч человек стала станица Бреньковская, а лучшим районным центром назвали Кореновск. Торжественное мероприятие приурочено к дню местного самоуправления, которое отметят в это воскресенье. Вениамин Кондратьев подчеркнул важную роль, которую власти станиц, хуторов и поселков играют в развитии небольших территорий. Местное самоуправление – это не только права органов местного самоуправления. Ну и, конечно, ответственность. Огромная ответственность за принятые решения и результат. И это принципиально важно, чтобы сегодня те решения, которые руководители органов местного самоуправления принимают, они сверялись с интересами жителей, насколько эти решения нужны самому населению, которое проживает на той или иной территории. Это сегодня принципиально важно, чтобы все-таки праздник самоуправления местного был праздником населения. Если они вовлечены и искренне верят в то, что их работа, их активность нужна местному самоуправлению, руководству того или иного района, станицы, хутора, села, поверьте, тогда мы на самом деле и добьемся и экономического результата, и по-настоящему участия жителей в местном самоуправлении. Можно с уверенностью сказать, что муниципальная власть – это надежная опора, мощная поддержка органов государственной власти. Муниципальная власть – это общественный институт, который нацелен на мгновенную реализацию запросов населения. При нашем общем взаимодействии, работе в одной команде мы сможем сделать наш край лучше. Местному самоуправлению сегодня отводится ведущая роль и в федеральном проекте благоустройства городской среды. В этом году в регионе приведут в порядок больше ста скверов, парков и дворовых территорий. Вместе с грамотами победители конкурса также получили денежные призы, которые направят на развитие небольших населенных пунктов. В мае жители края будут отдыхать еще на один день больше. Православный праздник – Радоница, который в этом году выпал на 7 мая, будет выходным. Такое постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Этот день считается Пасхой для усопших. Христиане символично разделяют радость о воскресении Спасителя с теми, кто уже оставил этот мир. По обычаю, на могилу усопших принято приносить крашеные яйца, другие пасхальные яства и поминать родных. Праздник занимает особое место в церковном календаре. Второе его название – Родительский день. Глава региона поручил муниципальным властям обеспечить все условия для проведения поминальных мероприятий. А на сочинских кладбищах уже готовятся к Пасхе. Уборка на погостах курорта в разгаре. Но пока силами муниципалитета. Горожан ждут на субботник 20 апреля. В этот день активистов субботника угостят выпечкой и сладкими напитками. Посещать кладбище и убирать могилы следует заблаговременно. И не отправляться туда в день празднования Пасхи, отмечают священнослужители. Воскресение Христово символизирует возрождение из мира мертвых победу над смертью. Поэтому церковь разделяет дни празднования и дни печали. Для последних предусмотрены родительские субботы. Тогда же рекомендуется навещать усопших и наводить порядок на могилах перед Пасхой. Сам день праздника Пасхи необходимо быть на богослужении. Само кладбище – это особое место в городе, на которое люди приходят не только вспомнить о тех людях, с которыми они были знакомы, свои близкие, друзья, например, но и помолиться за них, помолиться за упокой души. Поэтому это место, оно должно быть всегда в чистоте. Вот как мы, например, в храм приходим, в храм – это дом молитвы. И в храме всегда чистота, благоухание. То же самое должно быть и вот это место, где мы вспоминаем своих усопших. Надо заранее, естественно, приходить. Вот перед Радоницей можно прийти, навести порядок, чтобы люди, когда приходили, уже все было в чистоте и просто радовало глаз. Потому что это особое, повторюсь, место в городе, куда мы приходим совершать Богу молитвы помимо храма. Посетить могилу в день празднования Пасхи – значит вообще ничего не понимать в смысле самого празднования Воскресения, отмечают прихожане храмов. Радость празднования Пасхи разделяют с усопшими в Радоницу, девятый день после нее. Поэтому все необходимые работы на кладбище они планируют проводить перед Вербным Воскресением. Подготовить все, убрать, привести в порядок, конечно, чтобы не ходить в сам праздник Пасхи, когда Господь с нами, заранее пойти все убрать, приготовить. Конечно, это будет большое дело. Помоги Господи всем. За могилами надо следить обязательно. Это же тоже в памяти все находится в нашей. Если мы следим за могилами, значит мы их помним. Это уважение любого усопшим людям. В могилке заброшено у кого-то, а он знал даже, и может и не знал, помочь тоже. Почистить могилочки. Это очень важно. Наши дети будут видеть это и так же будут к нам относиться. Вот она главная цель нашей жизни. Город к массовому посещению кладбищ с ученцами в праздничные дни готовится заранее. С погостов вывезены тысячи кубометров мусора. Городское управление по организации похоронного отдела ежедневно приводит в порядок входные группы кладбищ. Красят фасады зданий, ограды и бордюры, вычищают газоны, обрезают кустарники и отпиливают деревья. В местах, где техники не добраться, уборку производят вручную. Муниципалитет бросил все силы на наведение санитарного порядка. Подрядные организации вывозят мусор и вывозят его в основном в ночное время суток, чтобы не создавать сложности посетителям. Учитывая, что до Пасхи у нас остается не так много времени, хотелось бы призвать граждан нашего города не быть безучастными, а прийти на могилы своих родных и близких и осуществить уборку. Мы же в свою очередь в эту субботу, 20 апреля, на въездной группе центрального кладбища разместим палатку, в которой будем угощать посетителей, пришедших на кладбище, сладкой водой и пряниками, чтобы у людей была возможность и навести порядок, и помянуть своих ушедших родственников. Большой акцент при уборке кладбищ муниципалитет делает на могилах ветеранов, остальные за самими горожанами. К тому же в этом году в городе была проведена широкомасштабная инвентаризация, по результатам которой удалось выявить могилы ветеранов Великой Отечественной, не имеющих родственников. То есть те могилы, за которыми вообще никто не ухаживает и нет ни родных, ни близких. Главой города было дано поручение, и все эти могилы были закреплены за специализированной службой в сфере похоронного дела, за администрациями внутригородских районов и за бизнесом, который осуществляет свою деятельность на территории кладбищ. Мы ежедневно контролируем ход работ. Ко дню Победы специалисты завершат восстановление 54-х вновь найденных могил ветеранов Великой Отечественной войны. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. 18 апреля в Сочи облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем 12, 14 градусов выше нуля. Более 700 полицейских будут обеспечивать общественный порядок. В майские праздники об этом стало известно сегодня на заседании антитеррористической комиссии курорта. Большое совещание по безопасности прошло в Зимнем театре. Это совместные заседания антитеррористической комиссии и оперативной группы по городу Сочи. Впереди длинные майские выходные и немало праздничных массовых мероприятий. В связи с этим полиция переходит на усиленный режим несения службы. За общественным порядком будут следить более 700 сотрудников УВД. Помогать им будут казаки и добровольные народные дружины. Также необходимо нам принять меры по надлежащей организации акции «Безмертный полк». Мы с вами четко понимаем, что это очень популярная акция и на нее приходит в центральном только районе Сочи 50 тысяч человек. И естественно, что до 10 тысяч приходит в Лазаревском районе, до 7 тысяч в Адлерском районе. И это надо все учесть и надо все это обеспечить безопасность. Места проведения массовых мероприятий проверят кинологи и взрывотехники. Мемориалы возьмут под круглосуточную охрану. Также участковые навестят ветеранов, проведут профилактические беседы по личной безопасности и охране имущества для защиты от мошенников. Глава города Анатолий Пахомов поручил проверить жилые гаражи и садовые товарищества. По почетам местных властей, там могут проживать до 150 тысяч человек. И личность каждого из них должна быть известна полиции. Из Сочи в Калугу бесплатно. Такое предложение разработала авиакомпания для ветеранов Великой Отечественной войны. Внушительные скидки предусмотрены для сопровождающих их лиц. Специальные тарифы будут действовать с 1 по 15 мая. Кроме Сочи и Калуги, подобные предложения действуют на целом ряде направлений. Калининград, Ростов-на-Дону, Минеральные воды, Екатеринбург. Подробности и варианты перелета можно уточнить на сайтах, действующих в регионе авиакомпаний. А сегодня в Сочи дан старт многодневной велогонки. Ее приурочили к предстоящему Дню Победы. С такой инициативой к спортсменам обратился Сочинский совет ветеранов. Всероссийские соревнования по велосипедному спорту проводятся с 1954 года. Во время подготовки города к Олимпийским играм велогонка была перенесена на территорию края. Потом вновь вернулась в Сочи и проводится вот уже в 65-й раз. Мы здесь преследуем цель не только спортивную, но и воспитанию молодежи. Здесь есть ребята 17, 18, 19 лет. И, конечно, это очень полезно, то, что им говорят о наших ветеранах, о наших героях. Велогонку посвятили предстоящему Дню Победы. Более 150 велосипедистов из 26 регионов России. Одни уже были в Сочи, другие принимают участие впервые. Спортсменам предстоит преодолеть пять этапов. Сначала на Розахутор, во второй день на Гурахун, 19 апреля в село Монастырь, а 20-го велогонка пройдет в Олимпийском парке. Заключительный этап по маршруту Площадь искусств, Альженикидзе, Театральный курортный проспект, Паярка, Москвина. Эта гонка для меня важна, потому что это память о наших близких, родных. В том числе это очень популярное соревнование для всей России. Я очень горд за нашу страну, что они отдали свои жизни за нас. Это хорошо, что мы вспоминаем о них все время и проводим такие праздники в их честь. Торжественный старт гонки состоялся сегодня на Театральной площади. Водители просят с пониманием отнестись к изменившейся схеме движения. Полностью улицы перекрывать не будут. На короткое время по маршруту велогонки будет ограничено движение во время проезда колонны. Сложнее будет в воскресенье. С 9.45 до 11.10 вводится ограничение проезда от остановки Платановой аллеи до стадиона. И будут изменены схемы движения целого ряда маршрутов. Автобусы будут двигаться из центра Сочи по дублеру Курортного проспекта. Маршруты 36-й и 102-й будут начинать и заканчивать движение с остановки ЖД вокзал без заезда на Мурвокзал. Работа автобусов по 11-му и 23-му маршруту на период перекрытия приостановят. Подробная схема есть на нашем сайте fkt.com. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. А командиров юно-армейских отрядов Сочи собрали на мужской разговор. У ребят начинается период активной военно-патриотической работы. Близятся майские праздники. Перед участниками слета поставили новые задачи, а также наградили за уже проделанную работу. Основная задача движения юно-армия – это воспитание подрастающего поколения в военно-патриотических традициях. Для этой цели молодые люди обучаются военным и спортивным дисциплинам, изучают историю родной страны. В Сочи юно-армейцы – участники различных мероприятий патриотической направленности. Поэтому с молодежью еще и поделились планами и опытом в организации акции. Ближайшая – это Георгиевская лента. Она стартует уже в этом месяце. Ближайшая – подготовка и участие в оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны, поисковая работа и основное – это в период проведения летних каникул, участие в различных патриотических отрядах, как на территории Краснодарского края, так и в Крыму, и даже в Абхазии. Основная наша задача – вырастить из них патриотов. Я думаю, даже за тот короткий период, с момента формирования юно-армии вообще в всероссийском масштабе, проведены уже достаточно глубокие мероприятия и кое-что уже там на подкорке отложилось. В Сочи насчитывается 1300 юно-армейцев, созданы полсотни отрядов, с командирами которых и провели итоги работы. Вступление в юно-армию и получение берета юно-армейца – цель многих российских и, в частности, сочинских школьников, отмечают организаторы слета Городское управление молодежной политики. Сегодня создано 46 юно-армейских отрядов на территории города Сочи. И как раз сегодня вот эти все 46 командиров этих движений присутствуют на сегодняшнем мероприятии, в рамках которого планируется новый формат, а именно формат мужского разговора. Когда с ними бывший сотрудник, военнослужащий, будет разговаривать о том, что важно для мужчины, как важно сохранять свое отечество, как важно ценить свою семью, как важно оберегать и чтить память. Юно-армейцам Сочи сообщили, что они будут задействованы в очередном событии на мероприятии международного масштаба чемпионате мира по практической стрельбе, который пройдет на курорте в 2021 году. Презентацию для ребят провела трехкратная чемпионка России и чемпионка мира по практической стрельбе из ружья Анастасия Черненко. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сотрудник вне ведомственной охраны Росгвардии помог 70-летнему мужчине, которому на улице стало плохо. Но через месяц его стали искать. Кто и с какой целью, расскажет Елена Авсицына. Ветеран труда Гарри Вадимов, сам того не ожидая, приобрел в лице росгвардейца настоящего друга. При встрече расчувствовались оба. Ведь в тот момент, когда один погибал на глазах другого, нужно было что-то делать, пока не подъехала скорая. А 70-летний мужчина на улице Советской, теряя сознание, практически упал на автомобиль. «Подхватил. Я ему единственное промотал вызовет скорую помощь. Он меня куда-то то ли отнес, то ли отвел, я уже, так сказать, не могу сказать. Посадил. И своими вопросами не давал мне уйти, уплыть. Фамилия, имя. Мне пришлось напрягаться и быть в сознании». До скорой дотянули. Врачи благополучно доставили больного в больницу. Там его выхаживали в течение 10 дней. Выписавшись, Гарри Камильевич решил найти своего спасителя. Пришел в ОВД и написал заявление, но абсолютно не мог припомнить черты лица росгвардейца. В памяти все же осталась форма молодого человека. А вот боец росгвардии хорошо запомнил того, кому требовалась срочная медицинская помощь. «Да, конечно, я его узнал. Мне было очень приятно. И честно, такое ощущение, как будто что-то родное. Ну, я не знаю даже честно. Просто не каждый день такие ситуации бывают, понимаете. И мне было очень приятно, что с человеком все хорошо, и он здоров». Встретились, пообщались, договорились теперь дружить. И чтобы, как в песне, мужская дружба, как скала, сильна, прочна, навек она. «Да, конечно, мне очень будет приятно общаться с таким человеком. Мне очень приятно, что с ним все хорошо. Обязательно будем». «До свидания. Созвонимся, увидимся. Обязательно». Елена Авсецина, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». «Покорил сеть. Расскажи об этом всем». Сегодня начинается прием работ на пятый всероссийский конкурс «Спасибо интернету», организованный совместно с Пенсионным фондом России. Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети, как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах. Номинации конкурса «Портал госуслуги.ру. Мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель», «Интернет-работодатель» и «Моя общественная интернет-инициатива». Конкурсные работы принимаются до 14 октября. Итоги планируется подвести в ноябре. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета.ру», приложить конкурсную работу, эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Ну а сочинцев приглашают на театральный роман. В эти выходные на курорте пройдет «Библия ночь». В этом году ее тема – театральный роман в библиотеке. Гости посетят видео-гостиную «Знаменитые театры мира», посмотрят мультимедийную презентацию «Театр на картинах художников». Студенты колледжа искусств сыграют в постановке сказки Пушкина «Жених». Дискуссии в киноклубе «Синемании» откроются просмотром фильма «Ромео плюс Джульетта». Читателей также ждет дегустация литературных произведений, знакомство с самыми известными книгами о театре и актерах. Также подготовлена выставка книжных новинок. Каждый участник акции сможет сделать необычное фото в театральной гримерке, специально оборудованной в фотозоне с реквизитом. «Библия ночь» начнется в Центральной библиотеке Сочи в 18 часов и завершится в полночь. На старт с четвероногим другом. В Сочи пройдет ежегодный благотворительный забег «Пес-барбос» и «Лохматый кросс» 21 апреля. Всех собаководов ждут на правом берегу набережной реки Сочи, рядом с мостом к парку Ривьера. Регистрация в 9 часов утра, старт в 10.30. Этот забег благотворительный. Регистрационный взнос каждого участника – 300 рублей. Деньги будут перечислены детям, нуждающимся в лечении. К слову, пробежать всю дистанцию можно как со своей собакой, так и в одиночку. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях, в группах новости Сочи ФКТ, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok